В нашей стране ежегодно выполняется порядка 1 миллиона бронхскопий на 145 миллионов населения. 9 из 10 бронхологических исследований – это, к сожалению, обзоры и санации. Вопрос об основанности назначения обзорных институционных бронхскопий мы пока оставим за скобками. Если есть желание обсудить, давайте обсудим, но лекция не совсем о том. В нашей стране конкуренте, нашим главным стратегическим противником или партнере, в зависимости от того, в какой период мы живем, в 2 раза больше населения выполняется в 2 раза меньше бронхскопии. Причем там ровно наоборот. 10% – это обзоры и санации, а 90% – это диагностические исследования. В чем проблема бронхологии в России? Потому что бронхскопия – это часть эндоскопии, а не пульмонологии. И во всем остальном мире это именно бронхология – это часть эндопульмонологии, таракальной хирургии, эфтезиатрии, таракальной онкологии, чего угодно, но не эндоскопических отделений. Эндоскописты не любят бронхскопию. Почему? Потому что риск инфицирования и ситуация с ковидом показала. Слава богу, мы хоть научились носить все маски. Потому что в доковидную эпоху подавляющее большинство специалистов в гастронациональной эндоскопии маски не носило. Недостаток знаний и понимания клинической ситуации. Насколько хорошо эндоскопист понимает, что происходит с пациентом, который пришел к нему с проблемой ЖКТ, неважно, проблемы – это колоректального рака, проблемы – это какая-то желудка, пищевода и так далее, настолько бывают зачастую сложности, когда пациент – это ракального профиля. И боязнь риска осложнений. Потому что одно дело, если что-то случилось или может случиться при исследовании ЖКТ, условно говоря, пациент может не кушать неделю, не дышать 20 секунд. В этом ключевое отличие бронхологических всех. У нас ситуация развивается ураганно. Поэтому бронхология является пациентом и эндоскопией в нашей стране. Это, к сожалению, большая проблема. Мы с вами разберем некоторые осложнения и неудачи, которые связаны с бронхоскопией. Первое – это осложнение исследования, связанное с передозировкой анестетика, либо травматизацией, либо бронхоспазма. Второе – это гипоксия во время исследований. И третье – перекрестное инфицирование. Второй аспект – это осложнение биопсии и манипуляции, кровотечения, пневмоторокса и инфекции. И третье – это тактические ошибки. И чаще всего мы очень хорошо справляемся с осложнениями собственного исследования, с осложнениями биопсии. А вот с тактическими ошибками у нас проблема. Игнорирование факторов риска, несвоевременное применение, неоптимальный выбор и недостаточный арсенал. Несколько слов об анестезии. Еще раз. Когда мы говорим об анестезии, мы предполагаем, что это безопасность и комфорт для пациента. С моей точки зрения, это все-таки в не меньшую, а, наверное, даже и в большую очередь, в первую очередь, это безопасность и комфорт для врача. В основном в нашей стране применяется первая колоночка. Это местная анестезия. Мы можем использовать топические анестетики в виде спрея, гели, небулайзера или транскрикоидной инъекции. Сегодня мы вам ее не покажем. По одной простой причине. Потому что пациенты в наркозе, в седации. Седация. Медазолам, пропофол, фентанил. У нее есть свои плюсы, свои минусы. В основном в седации заключается в том, что это отключение сознания, но не отключение тела. И зачастую, особенно в отношении рефлексов, возникают проблемы, связанные с тем, что пациент заснул, а тело его продолжает жить. Ну и общая анестезия. То, что вы сегодня видели. Тотальная внутривильная анестезия с миорелаксантами. Буквально пару слов об атропине. На данный момент ни одно из зарубежных сообществ, которые занимаются бронхскопией. Это британское таракальное, американское таракальное общество или европейское респираторное общество. Не рекомендует рутинное выполнение атропинизации пациентов в связи с отсутствием клинических преимуществ при повышенном риске гемодинамических нарушений. Было несколько исследований, которые сравнивали рандомизированно лоб в лоб пациентов, которым назначали атропин и не назначали атропин. И на качество исследований никакого влияния не оказывали. Сегодня мы давали пациенту атропин, но это решение было принято анестезиологами в рамках наркоза и так далее. Естественно, мы в это дело не лезем, и это решение анестезиологов. Несколько правил. Существует две основные группы местных анестетиков – амиды и эфиры. И очень часто возникает ситуация, что есть непереносимость анестетика, и, соответственно, нам нужно поменять анестетику. Запомните, как отличить анестетики, относящиеся к одной группе? В зависимости от того, сколько раз встречается буковка И в их названии. Вот смотрите, лидокаин, бупивокаин, мепивокаин, ропивокаин. Они два раза имеют буковку И. Это означает, что они относятся к одной группе. Бог даже, не суть важно какой, будет это амид, будет это эфир. Вы просто понимаете, что если есть аллергия на лидокаин, то использовать бупивокаин малопродуктивно. Скорее всего, будет перекрестная аллергия. А вот перекрестная аллергия напрямую между амидом и эфирами, то есть тотальная неприносимость, встречается крайне редко. Поэтому вы спокойно можете использовать вместо лидокаина новый каин. Не забываем о том, что нужно оценивать анамнез. И прежде всего, это анестезия при стоматологии. Поверьте, если у пациента развелась анестезия при стоматологическом вмешательстве, он это запомнит. При непереносимости смены анестетики стараться минимизировать дозу. Если мы говорим о минимизации дозы, то это что? Это пациенты пожилого возраста, это пациенты с коморбидностями. Вот здесь даже специально мы отметили для вас нота Бена. Максимальная доза лидокаина – это 480 мг, 24 мл 2% раствора. Постройте свою работу таким образом, чтобы даже случайно у вас не возникло пиродозировки, чтобы сестра не могла дать больше, чем 20 мл. А идеальная доза вообще в 3 раза меньше. И вот если вы достигаете идеальной дозы 8 мл лидокаина 2%, то никаких практически побочных эффектов не возникает. Транскрикоидная анестезия. Давайте посмотрим. Интубация гортани. Посмотрите, вот след крови небольшой идет. И сюрприз. Сталактиты в трахее. Остеопластическая трахеобронхопатия. А пациент пришел с жалобами на длительный кашель, непонятно какой возникший. Мы ему делаем брахологическое исследование. И продравшись сквозь эти сталактиты в трахее, мы находим инородное тело в правом главном бронхе. То есть вот оно первичное показание к брахологии, к бронхскопии, как и более 100 лет назад, удаление инородного тела. Как выполняется транскрикоидная инъекция? 2% лидокаин, 3 кубика, загоняем пациенту в персно-щитовидную мембрану. Плюсов море, я не буду их перечислять. Но минусы тоже есть. Это содействие пациента, это примесь крови. И если примесь крови значимая, то означает, что будет качество балл снижаться и отек голосовой складки. Вот посмотрите, это обычная ситуация, когда мы выполнили исследование. И вот видна точечка довкола через персно-щитовидную мембрану. А вот мы промахнулись и надули пациенту левую голосовую складку. Задохнется он от этого? Нет. Но осиплость голоса у него будет. Посмотрите, как это выглядит хорошо в режиме NBI. Очень четко визуализируется проблема. Очень важно аккуратно выполнять такие вещи. Несколько слов о гипоксимии во время исследования. Во-первых, гипоксимия есть всегда. То есть десатурация определенного рода существует у всех. Даже если это 15-25-летний солдат у вас, полностью здоровый, годный к службе. Десатурация будет всегда. Но факторы риска, они приводят к тому, что десатурация будет значимой, и она будет длительной, и она может привести к проблемам. Здесь она также представлена. Я себе позволю сосредоточиться на том, что вам следует мерить сатурацию в покое, когда вы консультируете пациента. Купить самый дешевый китайский пульсоксиметр. Да, он может на пару процентов врать, но явные проблемы вы сразу будете отсекать. Особенно если вы посмотрите на пациента и увидите, что он в одышке к вам вошел, у него акрационоз. Значит, нужно подумать, насколько у пациента безопасно будет исследование подместной анестезии. Особое внимание показателям спирометрии, функции внешнего дыхания. ОФВ-1, объем форсированного выдоха за первую секунду, и функциональная жизненная емкость легких. Бывают пациенты с крайне низкими функциональными показателями по ФВД, но они себя прекрасно чувствуют. А бывает полностью наоборот. Поэтому абсолютных критериев безопасности выполнения исследований основания спирометрии не существует. И обеспечить безопасность у пациентов группы риска. Мы используем пульсоксиметр, мониторирование АД и постоянная оксигенотерапия. Вот сегодня мы использовали стандартные исследования. Да, у нас была пульсоксиметрия, у нас был монитор АД, и кислород у нас шел через высокочастотку. Проблема с перекрестным инфицированием. И я думаю, что с учетом коронавирусной инфекции все сейчас уже по сумме у нас, да, уже на зубах, что называется, навязло все эти вопросы по ковиду. Но поверьте, туберкулез и негнойную палочку оценетобактер никто не отменял. Грибковую инфекцию, которая является бичом всех пациентов с лимфопролиферативным заболеванием наравне с туберкулезом, тоже никто не отменял. И ковид придет и уйдет. Рано или поздно мы все привыкнем к нему. А вот те болячки, которые с нами были до этого, они останутся, и они по-прежнему будут существенно влиять на состояние пациентов. В чем проблема? Мы отказываемся от разделения потока пациентов. То есть берем всех подряд пациентов. Условно говоря, не разделяем. Пациентов с бронхоэктотической болезнью, с полостными какими-то вещами, с пневмониями, и рак явный совершенно, или интерстициальное поражение. Если мы их берем в одном потоке, то риск перекрестного инфицирования возрастает. Нарушаем протоколы дезинфекции. Я уверен абсолютно, что в каждой клинике когда-то какие-то проблемы все равно случаются, потому что невозможно идеально все отрабатывать. И мы тоже не без греха. Но тем не менее, старайтесь отслеживать этот вопрос, потому что это одна из важнейших вопросов, связанных с безопасностью выполнения исследований. И отказ от нарушения протокола, и отказ от мер инфекционного контроля. Бывает так, что купили моечную машину, а забыли про то, что ее нужно обслуживать. И это бывало. И не только... То есть сами мы грешны, были у нас в свои моменты, что пропускали мы зачастую. Есть период обслуживания. Не забывайте о том, что в Санпине очень четко это прописано. Нужно этому следовать. В инструкции по эксплуатации, в сервисном договоре это должно быть прописано. Не просто так вам поставили машинку и забыли. Несколько случаев по Москве было вспышек от сенетобактера, и была вспышка весьма и весьма серьезная туберкулеза и синегнойной палочки в одном из стационаров в реанимации. Потому что машинка была одна, машинки мыли, ничего в ней не меняли, а когда открыли и посмотрели фильтры, там буйным ростом росла синегнойка. По кровотечению. Не так страшно кровотечение, как его умолюют. Вот сейчас у пациента случилось кровотечение. Да, небольшое случилось, вы видели. Но при этом оно не приводило к каким-то значимым проблемам. Сатурацию пациент держал, высокочастотная вентиляция вполне справлялась. Мы не стали даже специально как-то там особо сильно санировать. Почему? Сгусток сформирован, в течение суток, двух, трех, он либо резорбируется, либо частично откашляется. Все. Итак, частота значимого кровотечения при биопсии бронха до примерно, наверное, ну, менее 1% точно. При биопсии легкого значимое кровотечение возникает порядка 1%. Факторы риска здесь представлены. Я себе позволю обратить ваше внимание на то, что все чаще и чаще у нас пациенты приходят с антикоагулянтами и непрямыми, особенно антикоагулянтами. Поэтому, когда вы расспрашиваете пациента, особенно если он там со стендом коронарным или с чем-то еще, пожалуйста, прямые вопросы задавайте. Не просто принимаете вы антикоагулянт или нет, он может не знает такого слова. Ему дали варфарин и сказали «пей». Ему дали, там, я не знаю, риворексабан, да, неважно, как он называется, действующий, неважно, как называется торговое название, да. И все. И он на эту тему уже, ну, кардиологам ускал, он никак не смеет. То есть вы перечисляете название препарата. В том случае, если пациент принимает варфарин, не забываем о том, что этот препарат титируется по МНО, мы должны сделать контрольное международно-нормализованное отношение, отмена за 5 дней, делаем, смотрим. Если МНО меньше полутора, можем делать биопсию. И прием варфарина возобновляем вечером дня трансбронхиальной биопсии, через неделю контроль. Клопидогрел, отмена за неделю. Если речь идет о новых препаратах, которые приходят на смену варфарина, да, то есть тот же самый эпиксабан, риворексабан, неважно, там, ксорелта, неважно, как вы их назовете. Проблема заключается в чем? В том, что вы их должны отменить хотя бы за 3-4 дня. Тетровать их невозможно по одной простой причине, они не влияют на МНО. Поэтому, если при варфарине мы можем посмотреть на МНО и сказать, нет, у вас еще пока МНО 2,5, все равно, давайте ждем. То здесь это не получится. Отмена за 5 дней. Можно переводить на аспирин? Да, можно. Почему? Потому что аспирин не влияет на безопасность биопсии. Как мы проводим биопсию? Мы определяем зону интереса по рентгенограммам, либо КТ. Вот сегодня у пациента, которому сделали биопсию, мы определили ее по контролям КТ. Если это диффузное поражение, вот как здесь представлено на слайде, это среднедалевой бронх. Почему? Потому что самая безопасная биопсия, неважно, будет ли вы делать ее в положении сидя или в положении лежа. Среднедалевой бронх, четвертый и пятый сегмент, они идут вперед, прямо или вверх, если пациент лежит, значит, гравитация будет работать на вас. Либо это с третий бронх, сегментарный. Посмотрите, как мы выполняем биопсию. Тубус эндоскопа заводится в субсегментарный бронх, щипцы проводятся до ощущения легкого сопротивления, щипцы на 2 см назад, открываем, движемся на 1 см вперед, закрываем бранши. При необходимости повторить. Чего мы не боимся? Мы не боимся умеренной кровоточивости, мы стараемся не перегибать эндоскоп, я уже эти правила рассказал во время лайфта, и число биоптатов порядка 3, при неопластических процессах 4-5. Чего следует избегать всеми силами? Грубые движения, сильная кровоточивость, то есть закупорить бронх. Если возникает сильная кровоточивость, то, как правило, это все-таки пренхематозное кровотечение. И мы же пациента смотрели, мы исключили у него тромбоцитопению, мы исключили у него коагулопатию, то есть мы знаем, что мы выполняем пациенту исследование, и у него нет каких-то значимых проблем. Это означает, что можно остановить кровотечение просто так называемым веджингом. То есть мы затыкаем устье сегментарного бронха или субсегментарного бронха тубусом бронхоскопа, не аспирируем ничего и просто даем возможность сформироваться тромбу. Все. Рентгеноскопия. Нужна она или нет? Трансбранхиальная биопсия может при диффузных процессах выполняться без рентген-контроля при соблюдении методики. И сегодня мы выполним трансбранхиальную биопсию без рентгеноскопического контроля. Если речь идет о периферическом образовании, рентген-контроль, безусловно, нужен, если у вас нет мини-зондов или чего-то еще, как средство навигации, при размере цели более 2 см. Как только цель становится меньше 2 см, трансбранхиальная биопсия под рентген-контролем становится менее эффективной. И обязательно через 2 часа после трансбранхиальной биопсии 2 снимка вдох-выдох. Почему на вдохе и почему на выдохе? Потому что часть пневмотораксов, если развивается, они могут быть частичными, то есть пациент делает вдох и легкое расправляется, а на выдохе оно садится. И если вы сделали один снимок только на вдохе, то, к сожалению, вы можете пропустить значимый зачастую пневмоторакс. Вот посмотрите, вернулись к той же картинке. Женщина, 49 лет, на КТ-диссеминация, уровень тромбоцита вполне приемлемый. Дифференциальный диагноз здесь представлен, посмотрите. Обычная совершенно бифуркация, бронхоальвеолярный лаваш, подвели к устью среднедалевого бронха щипцы, выполнили биопсию. Да, развелось умеренное кровотечение, но это кровотечение мы смогли вполне компенсировать даже в условиях местной анестезии, просто убрав сгусток уже, который просто там перекрывал один из сегментарных бронхов. Все нормально, все спокойно. Но мы решили оценить ситуацию по пневмотораксу. Частота пневмоторакса составляет от 1,1 до 0,5%, и при биопсии легкого она колеблется от 1 до 5%. Факторы риска здесь представлены. Ключевой момент, с моей точки зрения, это не эмфизема, это не зона биопсии, это не искусственная вентиляция легкой, это нарушение техники выполнения биопсии. И обязательно через 2 часа нужно сделать вдох-выдох. Если нет жалоб и объем до 1,3, вполне подойдет консервативная тактика ведения. Если есть жалобы и объем более 1,3, мы должны пациента либо функтировать, либо дренировать. 4 из 5 пневмотораксов проходят бессимптомно. Не стоит об этом забывать, коллеги. Вот, посмотрите. Эрминологическая картинка, выраженная аденопатия средостения, бифуркационная зона, здесь видно на правом слайде, и выраженные такие шаровидные по типу симптома галактики, как мы видим на картинках из космоса, шаровидные такие скопления галактические. Вот такого рода изменения, скопления гранулем. Что получаем? Пациента то ли экзогенный левиолит, то ли циркоидоз, то ли какая-то другая редкая болезнь. Сделали комплекс биопсии, через 2 часа делаем рентген. И что мы видим? Невмоторакс правого легкого, до 1,3 гемиторакса. Жало пациент не предъявляет. Мы сделали снимок через 2 часа, потому что пневмоторакс может быть отсроченным. Назначаем пациенту оксигенную терапию, и через 3 суток пневмоторакс разрешается без каких-либо интервенций. Другая ситуация. Похожая немножечко. Здесь больше данных уже все-таки за экзогенный левиолит. Та же самая абсолютная ситуация. Левая легкая. Но посмотрите. Тот же самый размер, но выраженная одышка, болевой синдром. Пациенту выполнено тренирование. Именно потому, что были показания. Была клиника, была симптоматика. И через 72 часа пневмоторакс опять разрешился. Несколько моментов, связанных с игнорированием рисков. Особенно это касается онкологии. Вот посмотрите клинический пример. Мужчина 76 лет. Периферическое образование пятого сегмента справа. Вот здесь представлено. И сочетанная аденопатия, бифуркационные зоны и 4Р справа. Пациента присылают на биопсию. Выполняем ЭБУС. Верифицировали аденокарцинома. Процедура сама прошла без замечений. Но через 12 часов у пациента нарастают боли в груди, слабость, одышка. Он переводится в отделение реанимации, интубирован, вазопрессор. И все заканчивается, прямо скажем, не очень хорошо. И потом выясняется, что сопутствующие патологии, о которой умолчали коллеги-онкологи при представлении пациента и записи на бронхскопию, а самого пациента не представили, записывали по документам. Вон какой список. И недостаточность кровообращения функциональный класс 4. Артериальная гипертензия риск 3, риск 4. Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, ИБС, ХПН и так далее. Мы проигнорировали эти риски и выполнили пациенту биопсию. По результатам секции, после пункции в бифуркационной зоне у пациента развелась небольшая экстравазация. Объем был небольшой, крайне маленький, но этого хватило, чтобы декомпенсировать состояние этого пациента. А самое главное, когда обсуждался вопрос о том, а что бы дала эта верификация пациенту с онкологическим анамнезом, он не смог бы перенести ни химиотерапию, ни даже таргетную терапию. То есть выполнение биопсии для него не приводило к значимому изменению прогноза. Поэтому, коллеги, внимательно следите пациентов и внимательно оценивайте риски. Тактическая ошибка. Неоптимальная модельность исследования. Мужчина, молодой. Да, много курит. Да, у него эпизод кровохаркания по КТ. Посмотрите, какая картинка. Атолектаз одного из сегментов. Скорее всего, апикальные зоны. Может быть, троечки. Может быть, скорее всего, тройки слева. Но может быть и нет. И на этом фоне незначительная аденопатия. Пациенту делают бронскопию по месту жительства на Северном Кавказе. Центральный рак легкого описывают. Биопсию не берут. И он направляет к нам для верификации. Посмотрите. Это обычный видеобрахоскоп. Не супер-пупер высокой четкости. Наверняка Т-150 и Олимпус у вас тоже где-то там есть. Или был когда-то. И посмотрите, что творится с верхнедалевым брохом у пациента. Перебронхиальное сдавление. Но при этом, обратите внимание, пигментация слизистой есть? Есть. И это не третий сегментарный брох. А все-таки 1-2. Кзади отходит эта зона. Мы выполняем брохолярный лаваш. Пытаемся раскрыть эту зону перебронхиального стеноза. И выясняем, что инфильтрации в этой зоне тоже нет. Но эндоскопически картинка похожа на перебронхиальный рост. Исключить его тоже нельзя. Мы пытаемся сделать лаваш. И посмотрите, очень скудный возврат. Единичные вот эти пузырьки, гранулы такие, то, что мы привыкли видеть для винограда. Пытаемся сделать соосность, выбрать инструмент, чтобы выполнить биопсию. И у нас не получается адекватно выполнить биопсию в этой зоне по одной простой причине. Щипцы не получается загнуть в единичку-двойку. Но мы, те, кто занимается, и те, кто хотя бы раз сталкивался с апикальными сегментами, неважно, какого легкого, правого и левого, все равно мы сталкивались с этой проблемой, потому что очень сложно совместить инструменты. Мы решили изменить доступ и выполнили исследование через пищеводную, бифуркационную зону. И обратите внимание, то, что в лимфатическом узле множественные некротические анахогенные включения. Делаем пункцию, а там грануломатоз и три крестопалки. Микобактерия туберкулеза подтверждена, и он даже уже чувствительный. Через сутки мы получили результат. То есть у пациента имеет место туберкулезный характер поражения, и вот те пигментные изменения, которые были, они тоже как бы в эту ситуацию укладывались. Ему 36 лет, он весьма эффективно пролечился, полностью у него практически прошла эта зона. Единственное, конечно, рубцовый стонос у него остался. Ну и давайте разберем некоторые моменты, связанные с некачественными КТ-исследованиями. Посмотрите, женщина 65 лет, у нее никаких жалоб нет. У нее выявлено периферическое образование, вот здесь видно, да, в ткани легкого. А, мышки у нас нет, ну ладно. В ткани легкого располагается периферическое образование, выполнена бронхскопия, патологии никакой нет, разбронхиальная биопсия неинформативна. Окей, хорошо. Что мы запланировали? Мы запланировали пациентке выполнить биопсию, тоже трансбронхиальную. Посмотрели эту компьютерную томограмму, ничего существенного, они не увидели. Более того, наши коллеги выполнили предыдущую бронхологическую исследование, никаких проблем не описали. Делаем бронхскопию. И что мы видим? Мы видим в устье 6-го сегментарного бронха экзофит. Экзофит полностью закрывает устье 6-го сегментарного бронха. Мы даже сделали осмотр в разных зонах. Обратите внимание, это не синий цвет за счет того, что мы там что-то нарушили. Мы просто покрасили индикокармином еще даже. Сделали хромоскопию, не так часто ее делают в бронхологии. И выполнили пациентке биопсию. И вы не поверите, это крупноклеточная нерендокринная карцинома. Как это могло быть пропущено? Кто его знает? Разница между бронхскопиями составила ровно 2 недели. Мне сложно поверить, что это не выросло за 2 недели. А дальше мы начинаем смотреть. А мы-то куда смотрели? Вот КТ и вот КТ. Два разных среза, но мы смотрели на первый срез, который был выполнен исключительно в средостенном режиме. И нас интересовала только средняя доля. А потом мы внимательно присмотрелись и посмотрите на правом снимке. Четко видно, что устья 6-го сегментарного бронха напротив средней долевой бронха там дулька уже есть. То есть, если бы мы более прицельно посмотрели КТ, то мы бы изначально планировали бы идти на центральное поражение. Может быть, даже криобиопсию уже сделали и все. Итак, буквально пара слов в заключении. Осложнения и ошибки в вашей работе и в нашей работе они все равно неизбежны. Просто в силу того, что мы работаем в медицине. И диагностическая, тактическая ошибка, она рано или поздно случается. Но это не говорит о том, что нужно бросать все и говорить, мы не работаем, мы не делаем, мы не оказываем помощь пациентам. Потому что не ошибается только кто-то, кто не работает. Поэтому нужно, необходимо минимизировать их число. Перед принятием решения о выполнении бронхскопии клиническая ситуация пациента должна обязательно анализироваться. Если чувствуете, а вы с опытом наверняка чувствуете проблемы, которые могут возникать у пациента, всегда проконсультируйтесь с коллегами. Если что, ничто вам не мешает по поводу пациента собрать консилиум. Если консилиум вас заставляет выполнить какое-то исследование, к которому у вас не лежит душа, ради бога. Вы можете записать свое особое мнение. Не забываем защищать себя. И, конечно же, после выполнения исследования и выполненной биопсии пациент должен находиться под наблюдением. Вот как сегодня. Мы пациенту сделали биопсию и он в течение трех часов будет находиться у нас в отделении реанимации интенсивной терапии в палате пробуждения для того, чтобы просто полностью, что называется, адекватно восстановиться. При том, что мы ему сделали исследование в наркозе, но амбулаторно. Спасибо большое за внимание. Я готов ответить на вопросы, если они у нас есть.